Ну а далее о подготовке к осенне-зимнему периоду. По поручению президента, топливно-энергетический комплекс и все, что связано с бесперебойной подачей электроэнергии, отопления газа и воды, должны быть приведены в состояние полной готовности. Так, во всех регионах организованы командно-штабные учения, в которых задействованы представители более 40 министерств и ведомств. Мурат Садыков информирует из Самарканда. Топливно-энергетический комплекс должен работать без сбоев, особенно в осенне-зимний период. Это особое поручение главы государства, адресованное Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству энергетики. Разумеется, подготовка к холодам – это работа комплексная, в которой не бывает мелочей. А довести этот механизм до автоматизма помогают вот такие командно-штабные учения, в которых задействованы представители более 40 министерств и ведомств. В программе мероприятий – отработка около 20 условных внештатных ситуаций, от ликвидации аварии на теплоэлектростанции до проверки готовности промышленных объектов, отвечающих за поставку нефтепродуктов. С целью исполнения задач, поставленных главой государства, в ходе посещения Бухарской области, были проведены командно-штабные учения в Самаркандской области для предотвращения форс-мажоров в осенне-зимний период. Особое внимание было уделено бесперебойному обеспечению населения, объектов социального и культурного значения, электричеством и газом, а также быстрому реагированию на возникшие аварии. На ваших экранах первый объект учений – проверка готовности сборного механизированного отряда. Как видите, это многофункциональная структура, в арсенале которой есть инструментарии и ресурсы, что называется, на все случаи жизни. Инженеры, строители, сварщики, медики, электрики, то есть представители тех сфер, которые оперативно смогут устранить нештатную ситуацию, случившись она в любом секторе топливно-энергетического комплекса. Согласно легенде учений, управление ведется из командного пункта, организованного в здании управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области. В формате видеоконференц-связи руководители профильных структур, как на ладони, видят все объекты, отвечающие за бесперебойную подачу электричества, газа, тепла и воды. К примеру, условная чрезвычайная ситуация произошла на участке магистрального газопровода «Зероблок», что находится в Нарпайском районе. Ответственная за эту структуру получила команду. На место выехал аварийный отряд, который в сжатые сроки осуществил замену труб. А вот еще одна внештатная ситуация. Авария на электроподстанции, что расположена на территории Ургутского района. Из-за сбоя работы трансформатора обесточены несколько махалей. Неполадку устранили быстро. Подача электричества восстановлена. Также республиканская рабочая группа проверила механизм работы газозаправочных пунктов, водных сооружений и других объектов, деятельность которых напрямую связана с успешным проведением осенне-зимнего сезона.